Не имеет значения, вы профи-экстремал или любитель спокойного катания, одинаково важно следить за снаряжением. После длительного катания, когда доска просохнет, тщательно осмотрите скользящую поверхность. Ее называют скользяк. Возможно, будут видны, допустим, такие белесые пятна. То есть это значит, что уже скользяк высох, его пора парафинить. То есть здесь уже в порах, в пластике нет абсолютно никакого парафина, воска, поэтому она может хуже ехать. Цепляется за снег, вот и все. То есть ее нужно запарафинить, потом процеклевать, тогда будет хорошо ехать. Лучше всего еще использовать парафин под определенную температуру. То есть можно выехать в минус 30 кататься, можно поехать в минус 5 или даже в плюсовую температуру. То есть под каждую температуру есть определенный парафин. Запарафинить значит покрыть доску или лыжи слоем парафина и вплавить его в поры. Циклевание, обработка поверхности специальным инструментом, цикли. Фактически это удаление излишков парафина, после этого поверхность остается идеально гладкой. Инструмент специфический, если у вас его нет, лучше доверить снаряжению специалистам. Они могут провести и мелкий ремонт. Мелкие царапины, они в принципе не мешают, даже может быть помогают отводить влагу. То есть есть, допустим, вот такие царапины, которые идут уже до оплетки. В принципе, может быть опасно из-за того, что может уже через оплетку попасть, допустим, влага на деревянный сердечник. Не знаю, он вас потом вспучит просто его. То есть нежелательно. Лучше ремонтировать сразу же. Обратить внимание необходимо и на конты полоску металла по краям снаряжения. После долгого катания, особенно если попадаются камешки или еще какое-то жесткое покрытие, кант тупится. То есть его можно проверить, но так же, как нож. В принципе, или вот ноготком. То есть будет понятно, если у вас кант острый, то будет сразу же понятно, что он острый. То есть здесь такой, немного закругленный. Острый кант необходим при катании по жестким укатанным склонам или наступ. Причем, чем резче и красивее вы хотите делать повороты, тем больше нужно заботиться о заточке кантов. Если ваша цель – трюки в специальных парках, канты могут оставаться закругленными. Проверку кантов можно делать раз в 4-5 катаний. А вот крепления гораздо важнее. Их надежность нужно проверять каждый раз перед выходом на склон. Возможно, что элементы крепежа, допустим, отдельных частей крепления, там, хайбека или еще, не знаю, стрепов. То есть бывают болтики или гаечки, раскручиваются. То есть после каждого катания нужно посмотреть, подкрутить. После каждого катания необходимо чистить доску или лыжи от снега и тщательно просушивать. Но только при комнатной температуре, не у батареи, и только в вертикальном положении. Тогда снаряжение прослужит дольше. Продолжение следует...